На самом деле, коллеги, позволю себе несколько слов сказать о лекарственной терапии рака пищевода, именно о современном состоянии настоящей проблемы. Разумеется, мы начнем с химиотерапии, потому что до последних буквально лет химиотерапия была основным лекарственным методом в отношении рака пищевода. И, конечно, мы знаем все возможности химиотерапии для солидных опухолей в целом. Сразу скажу, что для диссиминированного рака пищевода эффективность химиотерапии крайне невысока. Песелетняя выживаемость пациентов, получающих в качестве первой линии химиотерапию, не превышала 5%. Поэтому сейчас, конечно, мы будем говорить уже о более совершенных методах лекарственной терапии и с значительно большей эффективностью. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Это ранние формы рака пищевода, неодевантная химиотерапия или предоперационная химиотерапия. Если так вот на вскидку, то зависит, конечно, от гистологического варианта опухоли. Для аденокарцинома она проводится. Для плосклеточного рака, как правило, не проводится или проводится только в случае невозможности химио-лучевой терапии. Но если мы говорим о аденокарциномии нижнегрудного отдела пищевода и о кардиозофегальном раке, то предоперационная химиотерапия входит в стандарт. Проводится, как правило, 3-4 цикла химиотерапии с включением производных платины, автороперимединов, возможно, токсанов до хирургического лечения. И в дальнейшем, после оценки, тем более, лечебного патоморфоза, доводится до 18 недель в качестве уже адювантной терапии. Разумеется, цель предоперационной химиотерапии – это увеличение частоты полных регрессов и влияние на общую выживаемость пациента. Если мы говорим о послеоперационном лечении, адювантная химиотерапия в целом для рака пищевода она не показана. Но если мы говорим о кардиозофагиальной карциномии, которая действительно занимает промежуточное положение между раком пищевода и раком желудка, с точки зрения химиотерапии, по крайней мере, то при довольно распространенной местной стадии, при вовлечении региональных лимфоузлов, она проводится по принципам адювантной терапии, которая используется для рака желудка. Конечно, очень большой блок влечения – это химио-лучевая терапия, или самостоятельная, или носящая, опять же, предоперационный характер. Это метод выбора при локализованном раке шейного отдела пищевода, поскольку, как правило, конечно, хирургический этап в этой ситуации крайне затруднен. Возможно проведение одного-двух циклов химиотерапии до курса химио-лучевой терапии, особенно в том случае, если мы видим, что у пациента выражена дисфагия, если имеется нарушение питания, то для уменьшения объема опухоли, для восстановления питания и для проведения в дальнейшем полноценного курса химио-лучевой терапии целесообразно ее проведение полихимиотерапии без лучевой терапии до полноценного курса сочетанной химио-лучевой терапии. Конечно же, обязательно применение препаратов платины – это или цисплатин, или короплатин. Ну и сейчас оптимальным режимом считается комбинация поклятоксила и короплатина в еженедельном режиме на протяжении всего курса лучевой терапии, как правило, 5 недель. Это наиболее такой малотоксичный режим, и, как правило, он благополучно приносится пациентам. В принципе, режимы химиотерапии, они представлены в рекомендациях АОР, рекомендациях РУСКО. Еще раз напомню, препараты платины, производные фторпирамидинов, или фторуроцил, или капицитабин. И, возможно, особенно у пациентов, у которых мы ожидаем достижения большего эффекта, более молодые пациенты с большим потенциалом дистабельности опухоли, мы включаем еще и токсану, дотостоксил в частности. И целый перечень комбинаций, используемых для палеотинной химиотерапии. Еще раз напомню, что еще недавно это было единственное, что мы имели. Сейчас, конечно же, мы не можем говорить о химиотерапии любой солидной опухоли, практически, особенно рака пищевода, без упоминания методов иммунотерапии, к которым мы сейчас уже и переходим. Мы знаем о прорывах данного вида лечения в отношении меланомы, в отношении рака почки, в отношении рака легкого. Ну и опухоли желудочно-кишечного тракта, они, в принципе, активно, безусловно, изучались в этом же контексте. И эффекты в плане рака пищевода я также представлю. Ну, здесь мы видим уже большую перечень опухолей, которые подлежат иммунотерапии на разных этапах лечения, в качестве адювантной, в качестве первой линии, второй и так далее. И для рака желудка, рака пищевода, кардиозофагиального рака зарегистрированы уже режимы использования во второй и последующих линиях, это и неволумаб, и пембролизумаб. И еще один отдел, такой раздел иммунотерапии, при нестабильности, микрострелитной нестабильности. Сейчас буквально, если ты слов об этом, то уже скажу. Если мы так вот поделим верхний отдел желудочно-кишечного тракта, пищевод и желудок, то мы увидим, что рак пищевода, особенно среднегрудной, верхнегрудной и среднегрудной отделы, это, как правило, полусклеточный рак. И, как правило, высокий эффект химиолучевой терапии. И поскольку полусклеточный рак с высокой частотой соматических мутаций, опять же, с определенным значением курения в своем патогенезе, то эффективность иммунотерапии при этих локализациях опухоли, она более ожидаемая. Но для более нижних отделов все-таки пока акцент остается в плане химиотерапии. Два слова о том, что опухоли верхней деловой желудочно-кишечного тракта, пищевод и желудок довольно высоко часто экспрессируют ПД-1. До 60% опухолей, в принципе, имеют ту или другую степень экспрессии. И, в принципе, ожидаемая эффективность иммунотерапии, гибиторов иммунотерапии контроля, в отношении этих раков она ожидаема. Ну и понятие, еще раз напомню, CPS или Combined Positive Score – это количество ПДЛ-позитивных клеток, причем всех, и клеток опухолей, и клеток иммунной системы, к общему количеству опухолевых клеток и умноженной на 100. Это значение максимальное, не превышая 10. И, в принципе, чем выше этот уровень, тем больше выраженность экспрессии ПДЛ-1. В принципе, те исследования, которые уже проведены в отношении рака желудка, рака пищевода, кардиозофагиального рака, мы видим, что чем выше уровень экспрессии ПДЛ-1, тем выше эффективность, ну, сейчас здесь пембролизумаба, но то же самое касается и других ингибиторов иммуноточек контроля. Мы видим расхождение кривых у пациентов с высокой экспрессией ПДЛ-1. И понятие микростелитной нестабильности или дефицита в системе репарации нуклеотидов, также это тот параметр, который, ну, так если грубо говорить, он отражает степень генетической нестабильности опухоли. Рак пищевода, он входит в 15 первых солидных опухолей, которые обладают наибольшей микростелитной нестабильностью. Поэтому, опять же, высокая частота мутаций, она является таким предиктором или предопределяет высокую частоту эффективности иммунотерапии с использованием ингибиторов иммунных точек. И, в принципе, это подтверждается в ряде работ. Это исследование, конечно же, первой, второй фазы. Мы видим, что для рака желудка, радиофагиального рака, частота ответов при микростелитной нестабильности достигает 56%. Это крайне высокая частота, которую, конечно же, при проведении химиотерапии мы не наблюдали. Это использование, опять же, иммунных препаратов, не цитостатиков. Это отражение на графиках, в частности, выживаемости. Мы видим, какое расхождение кривых принципиальное. Медиана выживаемости, в принципе, при наблюдении в течение 30 месяцев даже не достигнута при высокой микростелитной нестабильности у больных поражением верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И, в принципе, можно сказать, что рак пищевода желудка разделяется на 2 таких, даже 4, в принципе, 5 таких молекулярных подклассов. Но нам больше интересно средний отдел пищевода, где имеется высокая экспрессия ПДЛ-1. То есть еще раз подтверждает, что мы ожидаем высокую эффективность ингибиторов иммуноточек контроля в этой предлокализации. И нижние отделы, и гастрозофагиальный рак. Здесь как раз-таки высокая частота микростелитной нестабильности. То есть, опять же, локализация опухоли в этих отделах, она может, скажем так, в определенной степени предсказывать эффективность иммунотерапии. И сейчас то, что одобрено для рака пищевода, одобрены два препарата из групп ингибиторов ПД-1. Это и пембролизумаб, и неволумаб. И, в принципе, они зарегистрированы при пембролизумаб при высокой экспрессии ПД-1, при прогрессировании после первой линии химиотерапии с включением производных платиновых турроцилла. Для неволумаба это вне зависимости от экспрессии ПД-1, но также после прогрессирования, после первой линии терапии. И это как раз-таки то показание, которое используют для всех солидных опухолей, имеющих высокую микростелитную нестабильность, независимо от типа опухоли, то есть это может быть действительно и рак кишки, и рак шейки матки, и рак пищевода, и различные другие солидные опухоли. Если высокая микростелитная нестабильность или дефицит в системе репарации нуклеотидов, то мы можем использовать пембролизумаб для лечения данных пациентов после проведения уже стандартных режимов химиотерапии. Огромное количество исследований проводится, то есть здесь исследованы третьи фазы, то есть, в принципе, регистрационные, как правило, исследования, после которых уже препараты или будут, или не будут, включены в нашу рутинную практику, и рак пищевода, он, рак желудка, очень активно изучаются в настоящее время. Если мы говорим о том, на основании чего препарат зарегистрирован в качестве второй и последующих линий, то вот исследование для неволумаба, это сравнение неволумаба и химиотерапии второй линии, мы видим, опять же, увеличение медиана общей выживаемости на 2,5 месяца, в принципе, для данной нозологической формы это высокие показатели, исследование достигло своей первичной точки в плане достижения эффекта. И самое главное, что длительность сохранения эффекта, она тоже принципиально выше, почти больше, чем в 2 раза выше, чем при химиотерапии. Для пепарлизумаба во второй линии стандартное также дизайн исследования, однотипные с неволумабом, и тоже мы видим увеличение общей выживаемости у пациентов, имеющих, в принципе, высокий уровень экспрессии PD-L1, и частота эффектов также для пепарлизумаба выше, если мы видим высокую экспрессию PD-L1. В первой линии два однотипных исследования проведены, и они буквально вот сейчас, этим летом, итоги были подведены. В данном исследовании наш центр принимал участие институтно-онкологии. Исследование уже в первой линии комбинации пепарлизумаба и химиотерапии и стандартной химиотерапии. И опять же, добавление пепарлизумаба приводит к значительному увеличению выживаемости пациентов. На 4 месяца медиана общей выживаемости повышается, риск смерти снижается практически на 40%, то есть безусловный выигрыш при использовании данного вида терапии. Но тоже самое, длительность эффекта медианного времени до прогрессирования также значительно увеличивается. И исследование неволумаба в таком же контексте, неволумаб с химиотерапией. По сравнению с стандартной химиотерапией первой линии, буквально в конце мая этого года подведены итоги данного исследования, и мы также видим, что медиана общей выживаемости пациентов принципиально увеличивается больше, чем на 4 месяца. Поэтому также это исследование достигло своей ожидаемой точки в плане увеличения выживаемости пациентов. И уже оба эти схемы, включение пепарлизумаба или неволумаба в стандартную химиотерапию, уже в ближайшее время, скорее всего, будут одобрены как новый стандарт лекарственной терапии рака пищевода. И, разумеется, одювантная терапия, это интересно, если мы говорим, что химиотерапия особенно в этом контексте не работает, то иммунные препараты проявляют свою эффективность и в этом случае. Тоже исследование представлено буквально на АСКО в этом году. Пациенты, перенесшие химиолучевую терапию, перенесшие резекцию, хирургическое лечение, были рандомизированы в группу монотерапии неволумабом и в группу динамического наблюдения. И мы видим разницу, выживаемость без прогрессирования практически в два раза. То есть пациенты, получавшие неволумаб после завершения химиолучевой и хирургического лечения, живут, медиана выживаемости без прогрессирования достигает практически двух лет, что в два раза превышает данный показатель у больных в группе динамического наблюдения. Поэтому, в принципе, конечно, мы говорим, что настоящая эра, в которой мы находимся сейчас, это эра иммунотерапии и все достижения этого вида лечения, они, безусловно, реализуются и в контексте той опухоли, которую мы сегодня рассматриваем. Благодарю за внимание.